привет друзья хочу сегодня рассказать про пользование автомобилем в турции недавно сам проходил через эту процедуру если вы ездите по турции на автомобиле с иностранными номерами то здесь есть довольно строгие правила и их нужно соблюдать когда вы заезжаете на автомобиле сюда в турцию то вам в паспорте вашем вездном паспорте ставится такой штампик он обычно имеет такой рисунок автомобиля еще там там ставится и дата действия вашего разрешения на управление автомобилем в турции то есть обычно она при заезде на границе ставится на три месяца это вы можете посмотреть на своем паспорте после того какой заехали прямо на нога на границе таможенном контроле это ставится и вот проходит три месяца важно здесь не допустить того чтобы эти три месяца прошли надо заблаговременно скажем там за пару недель прийти и продлить вот это разрешение каким образом это делается и как здесь не допустить ошибок во первых не нужно тянуть нужно сразу оформить и комет надо чтобы у вас был действующий комет на весь период на какой вы собираетесь оформить продление разрешение на управление автомобилем вот и если у вас уже срок и комета подходит к концу надо не тянуть до последнего надо заранее начинать его оформлять потому что сейчас если вы даже записывать на рандеву раду обычно может оказаться на несколько месяцев вперед поэтому надо заранее если у вас к моменту окончании периода вот этого трехмесячного не будет на руках и комета к сожалению вы продлить свой автомобиль не сможете что это значит вам нужно будет автомобиль поставить на стоянку и ни в коем случае на нем не выезжать и к тому же еще за каждый месяц вот этой вот просрочки будет штраф вот на данный момент это 470 лир но если со временем он может еще и увеличится это 470 лир это на первый месяц на второй месяц уже естественно будет больше а если уже таки там много месяцев пойдет на тогда уже много серьезнее поэтому нужно чтобы у вас на руках вовремя оказался и комет так хорошо мы подготовились значит и комет у нас на руках есть нужно теперь ехать в управление таможни местный управление таможни вот я продлевал свой автомобиль в анталии я поехал в сарасу там есть такой порт я постараюсь это место обозначить но google например google карты показывать не то место они показывают какое-то управление нам нужно немножко подальше уехать и как раз там есть именно то место где можно продлить ваш автомобиль для того чтобы туда приехать вам нужно иметь с собой четыре документа то чтобы не забыть я вам сразу скажу во первых это техпаспорт действующих под техпаспорт вашего автомобиля не pts pts не требует и вообще даже не спрашивает именно нужен техпаспорт то есть свидетельство регистрации до называется автомобиль вот это потом нужен ваш и комет третье нужен ваш загранпаспорт и четвертое нужно страховка на автомобиль это аналог осаго или автогражданки по-турецки это называется трафик сегорта причем трафик сегорта если просто скажете то страховые компании поймут это это просто как обычные сегорта да на автомобиль а нам нужно говорить что трафик сегорта для иностранных автомобилей поэтому мы говорим я банджип лакала араба и чин трафик сегорта вот вот эти четыре документа нужно иметь с собой и не только оригинала то и еще и их копии нужно иметь не нотариально просто вот на xerex это скопировать значит техпаспорт и комет с обоих сторон загранпаспорт и страховка страховка оформляется на три месяца на полгода и ли на год она может быть и green страховкой но green страховка для не для каждой страны она выгодная получается например для тех кто из россии например выгоднее оформлять турецкую страховку для тех кто из украины можно турецкую можно green вот это зеленую страховку попробовать оформить нужно смотреть что выгоднее по цене принципе работает это и другое насколько я понял во всем случае я знаю людей которые по зеленой страховки делали продлить продление и тех людей которые делали по турецкой страховки стоимость самой страховки не скажу на данный момент цены колебались от на год цены на один автомобиль колебались от 3000 лир до 4600 вот это зависит уже от страховой компании как какую вы обратитесь вот что еще предположим что вы в данный момент находитесь на стадии оформление комета в этом случае но и комета на руках действует сейчас у вас нету в этом случае остается только один вариант это поставить машину на стоянку и ждать момента когда у вас на руках появится и комет но есть еще один выход ну а как сказать и комет на самом деле да вот это внж она уже проходит несколько стадий это до рандеву после того после рандеву когда вы уже сдали документы и потом еще момент рассмотрения вашей заявки вот после того как ваша заявка рассмотрена вам уже одобрен и комет можно сказать вы уже владеете этим документом но не в пластиковой такой форме да а именно в бумажной форме ее можно сказать скачать из сайта миграционной службы гочи дэвиси она содержит в себе уже номер вашего коммента ваша фотография там будет ее можно скачать и распечатать вот этой распечатанной бумажки даже без синей печати самого самой миграционной службы этого достаточно для того чтобы продлить ваш автомобиль вот это имейте ввиду таким образом вы сможете немножко секрет сократить время вашего ожидания это точно работает я сам этим воспользовался потому что у меня тоже и комет был не готов но даже как бы сама таможенная служба про это особо не говорила но я переспросила можно говорю вот такую бумажку принести они сказали да можно я принес и действительно по ней автомобиль мне продлили продлевается автомобиль на срок или действие вашего и комета или действие вашей страховки что быстрее заканчивается но не менее трех месяцев на срок менее трех месяцев мне сказали что они не будут продлевать я не знаю это закон по закону так или просто так вот сказали но срок если меньше трех месяцев то лучше заранее подготовиться и оформить себе страховку или продлить и комет вот примерно так и И после этого ставится штампик, и там сразу обратите внимание, какая дата у вас на этом штампинге будет написана. Это как раз вот та дата, до которой продлено ваше разрешение пользования вашим автомобилем на территории Турции. Если эта дата просрочилась, то будут штрафы. Если вы сами обратились, поставив машину заранее на стоянку, это будут штрафы небольшие. А если вас на улице или где-то поймают, что вы незаконно пользуетесь автомобилем, то это уже очень серьезные суммы. Поэтому отнеситесь к этому вопросу серьезно, делайте все заранее. Если вопросы будут, то не стесняйтесь, пишите в комментариях, как смогу-помогу. Если видео было полезным, поставьте лайк, пишите в комментариях и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Мы на нашем канале ОКИ Анталия рассказываем про такие вот технические моменты. Но и не только технические моменты, еще как можно погулять, про отели, куда можно съездить и вообще про жизнь в Турции. На этом пока-пока, счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok